Ранее ежемесячный процент выплат по долгосрочным займам составлял не менее одного. На этот раз для граждан с малым и средним уровнем дохода ставка снижена до 0,5%. Проект ипотечного жилья будет продлен до 2016 года. Поэтому правительство старается изначально создать оптимальную систему кредитования. Так заявил министр. Сразу как только на рынке недвижимости появится предложение, ожидается снижение цен на жилье. С другой стороны, власти будут проводить политику по поддержке производства строительных материалов. Снизить цены на жилье может также предварительный заказ квартиры. Согласно этому условию, будущие жильцы могут определиться с квадратными метрами еще на стадии строительства. Но покупателям квартир стоит помнить, что отправляя заявку на ипотечное кредитование, они должны показать свою историю имущественного права. История имущественного права означает, что желающий получить ипотеку должен предъявить справку о том, какие имущественные операции, в каком году им были проделаны. К примеру, когда был куплен дом или кем и когда подарен, унаследован. Эту справку можно получить из данных регистрации имущественного права. Однако еще одну справку надо будет получить уже из архива регистрации имущественного права. Документ архива должен подтвердить, что претендент на ипотеку никогда ранее не являлся владельцем недвижимости. Это обязательные условия ипотечного кредитования.